В законы о телевидении и радиовещании, о лицензионно-разрешительной системе, об электрической и почтовой связи вносились важные поправки. Самые обсуждаемые статьи законопроекта это 8, 18 и 32. Они касаются вещания на госязыке, рекламы и разрешительной системы. Закон, инициирован рядом депутатов Джоуар Кукиниша, был принят 30 марта этого года. Накануне глава государства подписал закон, который предусматривает внесение изменений. Эльвира Сатабекова с подробностями. В статье 8 закона проекта касательно госязыка и создания собственного контента была большая дискуссия со стороны некоторых местных вещателей. Кто-то выступал за то, чтобы эта норма внедрилась немедленно, однако другая часть вещателей считает, что должен быть поэтапный переход по исполнению этой нормы. Стоит отметить, что норма де-юре действует с 2008 года, когда был принят закон о телевидении и радиовещании. Замминистра культуры и информации и туризма Айнура Тимирбекова отметила, если отложить принятие данных поправок на какое-то время, то через пять лет выяснилось бы, что телекомпании не готовы делать продукт на госязыке. Да, сложно производить собственный продукт, да, это потребует дополнительных ресурсов, но все это выполнимо. Вот разработали основной пакет этих законов и там предусмотрели, в первую очередь посмотрели те нормы, которые не очень работают. Поэтому вот сейчас в принятом законе изменили, допустим, в статье 8 было написано, не менее 50% должно быть собственной продукции. Мы заменили на продукцию отечественного производства, потому что телеканалы сказали, что им тяжело им самим производить. И для стимулирования и создания условий для стимулирования рынка продакшн-индустрии мы предусмотрели, заменили слово собственного продукта на отечественного производства. Одной из важных задач принятого закона является создание условий для телеорганизаций использовать национальную аудиовизуальную продукцию студий-изготовителей, что в свою очередь даст возможность развития новой индустрии, росту производства отечественных программ и передач независимыми продакшн-студиями. Эксперты отметили, что поправки в законе нужны были и стоит уделять большое внимание правилам разговорного и письменного кыргызского языка. А через СМИ государственный язык распространяется и среди населения, что немаловажно. У каждого гражданина есть конституционное право получать информацию на доступном ему языке. Если мы исходим из того, что большинство граждан Кыргызстана как раз таки говорят и понимают на кыргызском языке, то как раз мы видим и необходимость. Закон направлен на создание правовых условий для успешного перехода на цифровое вещание, поддержку отечественных вещателей, развитие продакшн-студий. Закон вступает в силу по истечению трех месяцев со дня официального опубликования, а правительству в течение шести месяцев поручено привести свои нормативные акты в соответствии с настоящим законом. Субтитры создавал DimaTorzok